МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обгон. Причина ДТП со смертельным исходом. В Петриковском районе в столкновении легковушки с молоковозом погибла семья из трех человек. Не хотел ехать в участок. В Мозере дебошир поджег милицейский уазик. Назначена комплексная проверка. Специалисты разбираются в обстоятельствах падения рабочего с крыши коровника в Будокошелевском районе. Гражданина Франции Желана Вио, который был задержан за попытку перемещения патрона через белорусско-украинскую границу, оправдали и отпустили в зале суда. Вио желанна Бертрана Себастьяна признать невиновным и оправдать по предъявленному обвинению по части 2 статьи 275 и части 1 статьи 333 прим. уголовного кодекса за отсутствие и в деянии состава преступления. Расследование и судебная тяжба длились два месяца. Напомним, задержали француза 21 сентября в пункте пропуска Новая Гута при прохождении Красного коридора. В багаже туриста был найден патрон, который после эксперты признали годным к стрельбе. Желан Вио, в свою очередь, утверждал, что патрон, который он показал на границе инспекторам, всего лишь сувенир, подаренный его другом-полякам. Уголовное дело было возбуждено сразу по двум статьям. Незаконные действия в отношении боеприпасов и перемещения их через границу. На предпоследнем заседании суда обвинение настаивало на наказании ниже минимального предела – штрафа и депортации. Вио рассказал, несмотря на то, что произошло, он не разочаровался в Беларуси и его удивила доброта людей, которые присылали письма поддержки и посылки. «Я люблю путешествовать, потому что люблю свободу, и никогда бы не променял ее на этот сувенир. Я не собирался совершать преступление», сказал француз в представленном ему праве слова. «Я думаю, что опыт, который я получил, все-таки больше положительный, нежели отрицательный. Поэтому я не буду подавать иск в суд с целью получить моральную компенсацию. Я просто хочу отдохнуть, отойти от всего и сказать спасибо всем людям, которые мне оказали помощь». В ходе судебного заседания были заслушаны показания трех свидетелей. Учтены материалы протоколов, факты и результаты экспертизы. Решением суда Жалан Вио признан невиновным ввиду отсутствия состава преступления и освобожден в зале суда. «Это благодаря тому, что суд очень подробно, скажем так, скрупулезно стал разбираться в этом деле. Это отчасти благодаря резонансу общественному, который возник по этому делу. Суд, в принципе, обязан это делать. Я думаю, что он сделал бы без этого, конечно, но это, скажем так, еще в большей степени сподвигло суд очень внимательно подойти к этому делу». В следственном комитете продолжают расследовать уголовное дело по факту ДТП в Петриковском районе. Утром 20 ноября на загородной дороге неподалеку от деревни Комаровичи произошла авария, в которой погибла семья. 56-летний водитель, его 30-летняя жена и их двухлетний сын. По данным следствия, грузовой автомобиль МАЗ выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Опель Вектора». Удар был такой силы, что грузовик отправился в кювет, а легковушка получила обширные повреждения. В результате ДТП три человека погибли. Два пассажира и водитель автомобиля «Опель Вектора». Семья проживала в деревне Фастовичи. Водитель молоковоза, житель города Калинковичи, работающий на молочном комбинате, госпитализирован. В отношении него в следственном управлении возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения», повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек. Очень сложный маневр, который требует от водителя очень большой концентрации, внимания, навыков вождения. Поэтому, к сожалению, по причине ООН случается очень много дорожно-транспортных происшествий. А в Гомеле БМВ заехал на автостоянку и пересчитал сразу шесть автомобилей. Одна из припаркованных машин в результате удара даже перевернулась. ДТП произошло на улице Барыкино в районе кинотеатра «Октябрь». На месте происшествия работали спасатели, экипаж ГАИ и сотрудники скорой медицинской помощи. Обстоятельства аварии выясняются. Во второй половине ноября инспекторы наблюдают рост количества дорожно-транспортных происшествий. Участились наезды на пешеходов и аварии по причине потери управления транспортным средством. На прошлой неделе в областном центре в осветительную опору врезался автомобиль «Хонда Цивик». При съезде с Полесского моста водитель не справился с управлением. И в районе пересечения дороги с улицы до Кутович выехал на пешеходную зону, где столкнулся с металлическим фонарным столбом. Машина получила сильные повреждения. Водитель госпитализирован. Однако, по словам сотрудников госавтоинспекции, серьезных травм он не получил. К счастью, на пути иномарки не оказалось пешеходов. ДТП произошло рано утром в темный час суток. В утренние часы, когда еще недостаточно светло, водителям нужно быть предельно внимательным на дороге, потому что возможны выходы на проезжую часть пешеходов, не обозначенные световозвращающими элементами. Но также и самим водителям необходимо предельно быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, передвижения на личном автомобиле. Металлическое ограждение спасло жизни двух работников скорой помощи, попавших в ДТП в районе автомобильного моста через реку Сож. Автомобиль скорой помощи одной из гомельских больниц, спешащий на вызов около 16.00, 21 ноября попал в ДТП в районе остановки Луговая. Как сообщили в управлении госавтоинспекции УВД Гомельского облсполкома, «Газель» двигалась в средней полосе с допустимой скоростью. На данном участке дороги установлены видеокамеры с датчиками превышения скорости свыше 70 км в час. Непосредственно перед остановкой впереди идущий автомобиль с регистрационным знаком Российской Федерации стал резко притормаживать, чтобы пропустить, согласно правилам дорожного движения, отъезжающий автобус. Чтобы избежать столкновения, водитель скорой повернул руль резко вправо и, перелетев тротуар, уперся в металлическое ограждение. К счастью, оно устояло, не дав карете скорой помощи с находящимися внутри водителям и медработникам упасть в 10-метровый обрыв. Обошлось без пострадавших, сообщили в госавтоинспекции. По факту возгорания милицейского автомобиля «УАЗ» в Мозыре назначен ряд экспертиз. Напомним, 18 ноября многие жители райцентра стали свидетелями пожара, который уничтожил патрульный автомобиль службы милиции. Как рассказали в Управлении внутренних дел по Гомельской области, на момент пожара в служебной машине находился пассажир, которого везли в участок для разбирательства. Мужчину сняли с автобуса за скандальное поведение. Он оскорблял кондуктора и нарушал в транспорте правила общественного порядка. В ходе транспортировки дебошира в машине произошел пожар. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение. Его состояние сейчас оценивается как стабильное. Потушить автомобиль своими силами не получилось. Пришлось дожидаться приезда экстренных служб спасения. За это время многие прохожие стали свидетелями возгорания милицейского автомобиля. Накануне стало известно, что виновником пожара был именно задержанный дебошир. Когда его везли из пункта медицинского освидетельствования в райотдел, мужчина достал из сумки бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, разлил по салону и поджог. Пламя быстро распространилось внутри автомобиля. Задержанный получил ожоги. Квалификация всем действиям подозреваемого будет дана по результатам расследования. Мудринским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 218 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Умышленное уничтожение, либо повреждение имущества, совершенное общеопасным способом. В деревне Папоротное Жлобинского района практически дотла сгорел частный дом вместе с хозяином. Причиной возгорания считается непогашенная сигарета. Пожар был запечатлен видеорегистратором автомашины МЧС. В процессе ликвидации возгорания в доме произошел взрыв газового баллона. Как утверждают спасатели, подобные взрывы – нередкость для чрезвычайных ситуаций в сельской местности. Учитывая, что люди на селе пользуются преимущественно сжиженным газом, то в случае пожаров всегда присутствует вероятность разгерметизации баллонов. В данном случае к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем при курении. Заснув сигаретой, хозяин, скорее всего, отравился угарным газом, а потом оказался в огне. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий неосторожного обращения с огнем при курении. Проверку проводит следственно-оперативная группа. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели работника газоспасательной службы Гомельского химического завода, который получил смертельные травмы при падении с крыши коровника на территории сельхозпредприятия «Морозовичи Агро» Будокошелевского района. Это произошло в субботу утром. 33-летний Кирилл Романов выполнял работы по очистке поликарбонатной крыши на 10-метровой высоте. Как сообщают официальные источники, мужчина наступил на гибкую часть кровли и провалился внутрь коровника. Ударившись о бетонный пол, он скончался в течение 10 минут. У него остались двое детей и жена. По факту гибели проверку проводит Следственный комитет и Департамент по труду и социальной защите населения. Выясняется, почему мужчина оказался на непрочном пролете из хрупкого поликарбоната. Имело ли место нарушение правил техники безопасности со стороны ответственных лиц? Согласно официальным комментариям, работы по благоустройству территории сельхозпредприятия были плановыми. Будокошелевский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели 33-летнего работника предприятия. Назначено проведение соответствующих экспертиз. Одновременно областное управление Департамента государственной инспекции труда проводит специальное расследование произошедшего случая. Его результаты будут приобщены к материалам проверки районного отдела Следственного комитета. Гомельский городской и районный отделы Следственного комитета сообщают, что за последние дни возбуждено несколько уголовных дел по факту попытки автовладельцев дать взятку инспекторам ДПС при исполнении ими служебных обязанностей. В первом случае сотрудники ГАИ УВД Гомельского облсполкома, находясь в районе остановки Луговая, остановили автомобиль под управлением 49-летнего жителя Гомеля для проверки документов. В ходе их изучения выяснилось, что автомобилем в установленные сроки не был пройден тихосмотр и автовладелец несколько дней назад привлекался к административной ответственности за данное правонарушение. Для урегулирования вопроса, а не привлечения его к административной ответственности водителям была предпринята попытка передачи сотруднику ГАИ в качестве взятки денежных средств в размере 80 рублей, которые он на неоднократное предупреждение сотрудника положил вблизи рукоятки переключения передач. В последующем сотрудникам ГАИ было сообщено об этом дежурную часть, была вызвана следственная оперативная группа, а водитель был задержан. Аналогичный случай имел место на улице Объездной 17 ноября. Сотрудники госавтоинспекции остановили автомобиль БМВ под управлением 37-летнего жителя Гомеля. Мужчина предложил инспектору договориться на месте без составления каких-либо протоколов и, достав из кармана деньги, положил их под радиостанцию в служебном автомобиле, а затем вышел. 18 ноября около трех часов на автодороге Гомель-Чонки-Борец-Скиток сотрудники отдела госавтоинспекции Гомельского РОВД для проверки остановили автомобиль Ситраин. 26-летний житель Молдовы не имел при себе договора обязательного страхования. При составлении административного протокола водитель решил избежать ответственности и предложил сотрудникам урегулировать вопрос иным способом. Вечером 19 ноября сотрудники батальона ДПС ГАИ УВД Гомельского обл. исполкома вблизи ТЭЦ-2 остановили автомобиль «Фольксваген». Житель Гомельского района в надежде избежать наказания за отсутствие государственного технического осмотра повторно в течение года, находясь в служебном автомобиле, положил деньги между сидениями. На разъяснение сотрудников о том, что его действия уголовно наказуемы, также не отреагировал. И последний случай произошел во вторник, 21 ноября, примерно в 8 утра на улице Лепешинского. 37-летняя женщина-водитель автомобиля «Фиат Пунта» при составлении на нее административных материалов за непройденный техосмотр также предложила сотруднику милиции взятку, положив деньги в папку с документами. Во всех случаях в отношении водителей были возбуждены уголовные дела за дачу взятки. В соответствии с санкцией статьи суд может вынести нарушителям приговор в виде ограничения свободы на срок до двух лет, либо даже назначить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Это были правовые новости уходящей недели глазами наших корреспондентов. Смотрите де-факто по четвергам на Беларусь 4. До встречи.